здравствуйте уважаемые рукодельницы предлагаю вашему вниманию немного забытый узор ажурные квадраты расчет петель количество петель кратно 10 плюс 3 для симметрии и плюс 2 кромочные нам для образца надо 15 петель мы будем вязать один квадратик обратите внимание на схему которая будет показываться белым цветом обозначена повторяющаяся часть раппорт голубой цвет петли для симметрии в начале и в конце узора они нужны чтобы можно было начать узор и закончить первый ряд кромочную снимаем далее лицевая теперь накид 2 вместе за задней стенке накид 2 вместе накид 2 вместе и так далее весь ряд 2 вместе последняя и последняя петля кромочная второй ряд и все четные ряды изнаночные петли третий ряд кромочная далее 2 вместе за задней стенке накид 8 лицевых петель 2 вместе лицевой за задней стенке накид 1 лицевая и кромочная 5 ряд 5 ряд кромочная кромочная 5 лицевая накид 2 вместе перекидом или две вместе с наклоном вправо 1 провязываем, вторую мы снимем за заднюю стенку, развернем, обратно их перекинем и теперь вторую петлю над первой, сбрасываем. Далее 3 лицевые, накид, 2 вместе за задние стенки, 3 лицевые, накид, 2 вместе перекидом, первую провязываем, вторую разворачиваем, чтобы у нас эта петля не была перекручена, поэтому ее разворачиваем и кромочная. Седьмой ряд кромочная, 2 вместе за задние стенки, накид, 2 лицевые, 2 вместе перекидом, с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид и 2 вместе за задние стенки, лицевая, 2 вместе за задние стенки, накид, лицевая и кромочная. Девятый ряд кромочная, лицевая, накид, 2 вместе перекидом. Далее 2 вместе перекидом, это у нас уже серединка квадрата, накид, теперь 2 вместе за задние стенки, накид, 1 лицевая, накид и 2 вместе за задние стенки, 1 лицевая, накид и 2 вместе перекидом, кромочная, одиннадцатый ряд кромочная, 2 вместе за задние стенки, накид, 2 лицевые, 2 вместе за задние стенки, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе перекидом, лицевая, 2 вместе, 2 вместе за задние стенки, накид, лицевая, кромочная, 2 вместе кромочная, лицевая, накид, две вместе перекидом. Три лицевые, накид, две вместе перекидом. Три лицевые, накид, две вместе перекидом и кромочная. Это мы оформили серединку квадрата. Пятнадцатый ряд, это последний лицевой ряд раппорта. Кромочная, две вместе за задние стенки, накид, 8 лицевых, две вместе за задние стенки, накид, лицевая и кромочная. Шестнадцатый ряд, изнаночные петли. Узор повторять с первого ряда. А мы на этом заканчиваем. До новых встреч!